Денежный код. Как разгадать формулу финансового изобилия. Раймон Самсо. Читает Александр Дунин. Введение. Я убежден, что для достижения определенной цели сначала нужно стать другим человеком. Для улучшения любой сферы нашей жизни сперва необходима работа над собой. Это всегда происходит в определенном порядке. Деньгам не чуждо такое правило. Для того, чтобы наше финансовое положение изменилось, придется переформировать себя. Это книга о личностной трансформации и о том, как начать жить по-другому. В работе с людьми я обнаружил, что они очень часто хотят, чтобы обстоятельства их жизни стали лучше. При этом почти никто не готов менять образ своего мышления. Закон причинно-следственной связи учит. Мы — это наши убеждения. Невозможно переделать внешние обстоятельства под то, чем человек не является. Рано или поздно любой из нас должен будет задать себе следующий вопрос. Парадоксально, но люди, которые больше всего нуждаются в переменах, — это именно те, кто наиболее к ним не склонен и не отличается гибкостью. Возможно, они думают, что изменить свое мнение значит проявить слабость. В то же время они чувствуют себя уверенно, когда слышат от других, что когнитивная ригидность отделяет их от желаемого. В этой книге я предлагаю поменять ваши представления о деньгах. Денежный код содержит информацию, приобретающую смысл при определенном типе мышления, которых эта книга рекомендует развить слушателю. Денежный код отвечает на вопросы о финансовой свободе. Однако я заранее уверен, что не всем понравятся эти ответы. На самом деле я не думаю, что существуют проблемы. Есть только их решения, которые нам не нравятся. Наши проблемы не в мире, а в сознании, которое его созерцает. Окончательное решение финансовых трудностей требует забыть все то, что на сегодняшний день доказало свою неэффективность. Эта книга предлагает изменения стереотипных парадигм в отношении денег. Говорят, что каждая жизнь является отражением решений, привычек, выборов, убеждений, эмоций и действий, которые привели к тому, что мы имеем в настоящий момент. Если люди продолжают верить, что их финансовые трудности не зависят от мышления и поведения, то им будет сложно изменить свою жизнь. Я доказал, что экономические проблемы вызваны не деньгами, а ментальными стереотипами в отношении денег. Личная экономика в нормальных условиях — это отражение моделей мышления, решений и поведения. Деньги делаются в уме. Почти все, что среднестатистический человек знает о деньгах, основано на его мировоззрении. Финансовый успех — это один вид умственного программирования, цифры с многочисленными нулями. А финансовый провал — другой, цифры с несколькими нулями. В обоих случаях все будет сводиться к программному обеспечению или программам, заложенным в мозге, победа или поражение в игре на деньги. Изучение этой книги поможет людям перепрограммировать себя на достижение успеха. Разница между профессионалами и остальными заключается в том, что первые применяют подходящие формулы, а вторые — нет. Эта книга научит вас отличать одних от других. Я предлагаю вам изучить ее, возвращаясь к отдельным главам как к хорошему другу за советом, пока все содержание не будет освоено. Мою книгу можно слушать, переслушивать, делать конспекты и выписывать важную информацию. Я бы хотел, чтобы она стала вашей настольной книгой как предпринимателя. Пожалуйста, считайте меня своим финансовым коучем. Я могу помочь вам улучшить отношения с деньгами. Далее будут изложены самые абсурдные небылицы о деньгах, которые я когда-либо слышал. Это необоснованные мифы, суеверия и предрассудки. Я убедился, что основная причина проблем — это уверенность человека в своей правоте или знании истины. Вот некоторые, не все, иррациональные представления о деньгах. Меня не интересуют деньги. Нельзя быть богатым и духовным. Чтобы разбогатеть, нужно много работать. Бедный, но честный. Более благородно и духовно быть бедным. Богатые — плохие люди. Ты не можешь веселиться и зарабатывать деньги. С деньгами я становлюсь плохим человеком. Если я выиграю, кто-то проиграет. Денег на всех не хватит. Деньги — это не важно. Деньги развращают. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов. Деньги не приносят счастья. Деньги грязные. Само перечисление этих истин утомляет. Теперь вы понимаете, почему существует так много финансовых проблем. Если вы придерживались какого-то из перечисленных убеждений, не стоит испытывать дискомфорт. Не вините себя. На самом деле важно не то, во что вы верили до сегодняшнего дня, а то, во что вы решите верить с этого момента. Давайте внесем ясность в этот вопрос. Я считаю, что успешное развитие отлично сочетается с возможностью приносить пользу и помогать другим людям. Люди обычно не видят связи между своими убеждениями и доходом. Это кажется им абсолютно разными вещами. В этой книге я объясняю, почему в действительности они взаимосвязаны. Годы работы в банковской сфере научили меня тому, что процветание — это интеллектуальный багаж. Люди, которые приняли идеи, излагаемые в этой книге и на моих курсах, изменили свое финансовое положение. Я хочу внести свой вклад в финансовое образование людей, чтобы облегчить страдания из-за экономических вопросов. Эта книга также посвящена трансформациям, которые претерпевает мир, требуя от нас нового образа мышления. Ведь когда правила меняются, необходимо найти другой способ игры. Знаете ли вы правила новой экономики? Я расскажу вам все, что знаю сам. Прямо сейчас во всем мире проживают миллионы людей, у которых есть зарплата, но нет жизни. Стремясь обрести финансовую свободу, они хотят поменять профессию и создать для себя новую реальность. Я думаю, что всем нам нужна встряска, шок, чтобы пробудиться ото сна, который привязывает многих людей к тем, кого они не любят и кто не делает их свободными и богатыми. Но я не хочу никого оскорбить или навязать слушателям свое мнение. Пожалуйста, я прошу, чтобы никто не воспринимал услышанное как личную претензию. Со своей стороны я обязуюсь писать о деньгах прямо и ясно. Когда я говорю о системе образования, я искренне не хочу, чтобы хоть один преподаватель подумал, что речь идет о нем. Для меня учителя — это герои и героини, которые совершают чудо из ничего. Моя сестра — преподаватель в средней школе, работает с подростками, и я не понаслышке знаю, что ее повседневная жизнь тяжелее, чем любой из нас может себе представить. Я испытываю признательность и уважение ко всем профессионалам в этой сфере. Книга состоит из двух частей. «Финансовая свобода» — денежный код и «От сотрудника к предпринимателю» — денежный код в действии. В первой части основное внимание уделяется образу мышления, во второй — способностям. Это две стороны одной медали финансового успеха. Я приложил все силы, чтобы объяснить финансовые концепции на простом языке. Надеюсь, мне это удалось. В первой части мы рассмотрим, как и почему возникают проблемы, каковы препятствия на пути к финансовой свободе, что такое финансовый интеллект и финансовая свобода. Я расскажу о том, чему не учат в школе, какие ловушки существуют в этой гонке за выживание. Вы узнаете о трех моделях получения дохода. Вы научитесь говорить на языке изобилия. Вы откроете для себя девятое чудо света — пассивный доход. И, наконец, взломаете денежный код. Продолжение следует...